сегодня буду варить впервые повидло и слив буду использовать только два ингредиента сливы и сахар я купила синие слива не очень сладкие и мне пришлось купить белые мне нравится покислее хорошо моем сливы потом будем отделять косточку очистила сливу вот очень долго упорно но почистила и сейчас буду засыпать сахаром я пока добавлю у меня тут примерно 4 килограмма чуть меньше добавлю но наверное полтора килограмма не люблю сладкое люблю кисло-сладкое а потом посмотрим может надо будет еще добавить скорее всего просто синяя слива очень сладкая а белую специально купила она вроде кислая ну вот сыплю сахар синяя слива очень сладкая а вот белая кисловатая ну посмотрим тут у меня ушел килограмм боюсь я много сахара не люблю сладкое очень сильно не люблю люблю кисло-сладкое засыпала теперь будем ждать когда пустит сок посмотрим такая красота как будто мармелад лежит но это не мармелад это должно быть повидлом посмотрите видите выступил сок и я начинаю потихонечку варить потом попробую нужно ли сахар дополнительно такая сейчас стадия скорее всего надо будет не все-таки блендером поработать потому что белая слива достаточно жесткая посмотрим ну красиво на самом деле ладно чтобы было вкусно правильно мне все-таки пришлось воспользоваться блендером подстраховалась я мне не внушали доверие белые сливы и я все-таки им воспользовалась но теперь варить два часа как минимум так ну что долго мы варили вот видите как уварилась сильно прилично уварилась два раза минимум и сейчас я буду проверять готова повидло или нет теперь берем повидло на тарелочку и даем остыть так настало время проверить готова ли повидло я сейчас должна провести ложечкой посередине и не должны сходиться края дорожка должна остаться вот еще чуть-чуть буквально просто чуть-чуть она сходится видите она не должна сходиться красота а как вкусно это будет да получится так я доварила слегка и сейчас будем опять пробовать вот я беру повидло дома стыть и потом проверим ложкой как первый раз друзья мои вы наверное думаете что я ничего не сделала да я там повидло готовилась в общем я нашла способ я вспомнила мама так тоже проверяла готовность повидло надо провести бороздку если дорожка останется она готова повидло готова смотрите как уменьшился объем вот это у нас повидло еще теплая повидло готова повидло готова